Здравствуйте! Более двух миллионов уведомлений по оплате имущественных налогов отправлено жителям Самарской области. О том, как оплатить налоги в два клика за себя и за третьих лиц, а также о том, как воспользоваться льготами, говорим сегодня в нашей студии начальник отдела налогобложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Сидорова. Татьяна Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте напомним телезрителям, до какого числа и месяца нужно оплатить налоги в этом году? В этом году у нас срок уплаты 2 декабря и осталось практически две недели, поэтому надо торопиться, надо идти оплачивать налоги. Дожидаться 2 декабря не стоит, потому что, по-моему, именно с 3 декабря начнется пение, поэтому, конечно, надо идти и уплачивать, если не был уплачен налог заранее. Подскажите, какие новые возможности появились для быстрой и своевременной оплаты налогов, чем можно воспользоваться? Ну, в первую очередь, у нас появился единый авансовый платеж, с помощью которого можно заплатить имущественные налоги, это земля, имущество, транспорт. Второе, это сервис, у нас появился на сайте ФНС России, уплата налога за третьих лиц. То есть можно заплатить налоги как за себя, так и за своих близких родственников, потому что зачастую просто человеку, ну, бывает некогда заплатить свои налоги. Также можно уплатить через личный кабинет налогоплательщика. И самый, так, в общем-то, ну, скажем, простой и легкий, это получить налоговое уведомление и с помощью или сотрудника банка, или банкомата, или, опять же, мобильного телефона через QR-код заплатить налог. Кстати, у нас есть вопрос от телезрителя, который интересуется на эту тему. Был на почте буквально на днях налоговое уведомление, до сих пор мне не пришло. Что делать в таком случае? Ну, вы знаете, здесь может быть несколько причин. Первая причина, это если сумма налога менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется. Второй, если у налогоплательщика только один объект, он леготируется полностью, налоговое уведомление не направляется. Ну, и третья причина, ну, может быть, изменился адрес налогоплательщика, а налоговое уведомление ушло по прежнему адресу места жительства. В этом случае все равно надо, как бы, обратиться в налоговый орган или по месту регистрации, или по месту нахождения объекта. Вы сказали о едином налоговом платеже. Есть еще форма авансовой. В чем отличие и в чем преимущество этого другого? А отличие никакого, вот единый авансовый платеж, да. Единый авансовый платеж, с помощью которого, опять же, я повторяю, можно заплатить все три налога сразу. При наступлении срока уплаты сумма налога будет списываться именно с этого единого авансового счета. То есть никуда более она не уйдет. Подробности об этой форме оплаты мы посмотрим, узнаем из ролика, а потом продолжим разговор. С 2019 года налогоплательщики, физические лица, могут уплачивать налог на имущество, транспортные и земельные налоги при помощи единого налогового платежа. Вы и даже любое другое лицо можете одним платежным поручением перевести деньги в счет ваших текущих и будущих налоговых обязательств. Для формирования такого платежного документа вы можете использовать электронный сервис сайта налог.ру «Заполнить платежное поручение». Если у вас есть задолженности по налогам, они будут автоматически погашены за счет поступивших средств. При условии достаточности денежных средств, внесенных в качестве единого налогового платежа, вам больше не нужно будет следить за сроками уплаты налогов. При их наступлении налоговые органы самостоятельно проведут платежи. Информация о всех таких платежах будет доступна в вашем личном кабинете налогоплательщика. При необходимости вы можете вернуть ваши деньги в размере незачтенного остатка. Для этого нужно будет подать заявление в налоговый орган, который в течение одного месяца произведет возврат денег. Единый налоговый платеж экономит ваше время, уменьшает вероятность ошибки при заполнении только одного документа вместо нескольких и гарантирует своевременное исполнение налоговых обязательств. Пользуйтесь, это очень удобно. Можно ли назвать такую цифру, сколько жителей региона, может быть, в процентном отношении пользуются льготами по имущественным налогам? У нас существует статистическая налоговая отчетность. Согласно этим данным, у нас льготы воспользуются многодетные семьи. Пенсионеры – это порядка 7,5 тысяч многодетных семей. Пенсионеры – это по земельному налогу чуть более 600 тысяч и по налогу на имущество чуть более 500 тысяч. В каком случае о льготах нужно заявлять заранее, до какого срока, как в этом сориентироваться и какие, может быть, автоматически уже назначаются? Да, у нас в этом году действует проактивный характер представления льгот, то есть пенсионный фонд. Нам представляет сведения о пенсионерах, которые вышли на пенсию с 1 января 2018 года, об инвалидах, которых получили инвалидность, опять же, до 1 января 2018 года. И мы уже на основании этих сведений представляем льготу в автоматическом режиме на большую сумму налога, которая есть у налогоплательщика – это или земля, или транспорт, или имущество. И, опять же, опять подчеркиваю, то 1 января 2018 года, тех, которых была пенсия ранее, 1 января 2018 года, также в общем установленном порядке подается явление о представлении льготы. Слышала, что с 2020 года не нужно будет подавать пенсионерам уведомления о льготе. Это будет проводиться автоматически, так или нет? Да, это будет проводиться автоматически, то есть получается, что это был первый год именно проактивного характера, когда нам сведения представлял пенсионный фонд. И уже сейчас ежегодно, в феврале месяце, будут сведения такие выгружаться. Если говорить о федеральных льготах, то какие они бывают и как понять, положены они тебе или нет? Где вот этот список, где найти, определить свою категорию? В сайте налог.ру существует сервис ставки льготы по имущественным налогам. С помощью этого сервиса можно узнать, какие есть федеральные льготы, какие есть местные льготы. Достаточно выбрать именно тот налог, который интересует, год, за который исчислялся налог, и муниципальное образование. Все это есть на сайте, то есть можно по вкладкам посмотреть как федеральные льготы, так и местные льготы. От чего зависит размер предоставляемой льготы? Ну, в первую очередь, размер предоставляемой льготы зависит от документа, на основании которого эта льгота предоставляется. Вот поэтому у нас существуют льготы для пенсионеров. Федеральная льгота – это 6 соток по земельному налогу. И также у нас существует льгота 6 соток в городском округе Самара, опять же, для пенсионеров. Поэтому, если это городской округ Самара, льгота представляется на 6 соток, и на 6 соток – это 12 соток. А если, допустим, в Кениле находится земельный участок, там действует только федеральная льгота. И получается, что пенсионер получает вычет только по 6 соткам. — Если обобщить, то как понять, кто устанавливает ставки и льготы по имущественным налогам в целом? Как разобраться? — А ставки и льготы по имущественным налогам устанавливаются налоговым кодексом и документами представительных органов муниципальных образований. То есть это сельсовет. — Да, то есть отталкиваться от своей, так скажем, районной администрации или муниципалитета. — Муниципалитета, да. — Если коснуться такой категории, как многодетные семьи, что-то меняется в льготном отношении, в налоговом, в отношении их? — Да, у нас сейчас существует, вернее, проживает на территории Саварской области порядка 15 тысяч многодетных семей. Для многодетных семей предоставлены льготы по земельному налогу, это 6 соток, так же, как для пенсионеров. Дополнительные льготы, дополнительные вычеты предоставлены по налогу на имущество. Это 5 квадратных метров стоимости квартиры на каждого ребенка и 7 квадратных метров стоимости жилого дома на каждого ребенка. Плюс у нас существует льгота региональная для многодетных семей, это транспортный налог, это льготируется транспортный средств до 110 лошадиных сил. Другие подробности мы узнаем из ролика Федеральной налоговой службы, ну а потом продолжим разговор. Дорогие взрослые, а вы знаете, что с 2019 года многодетным предоставляются дополнительные вычеты по налогу на имущество и земельному налогу? Их могут получить родители, усыновители и опекуны, у которых трое и более несовершеннолетних детей. По налогу на имущество предоставляются вычеты в расчете на каждого ребенка в размере 5 квадратных метров площади квартиры или комнаты и 7 квадратных метров жилого дома. Например, если у вас трое детей и квартира площадью 80 квадратных метров, тогда при расчете налога будет применен стандартный вычет в размере 20 квадратных метров и дополнительный вычет по 5 квадратных метров на каждого ребенка. В итоге вы будете платить налог 45 квадратных метров. По земельному налогу вычет для многодетных уменьшает налоговую базу на 600 квадратных метров с участка. Например, если площадь вашего участка 10 соток и у вас трое или более детей, то после вычета 6 соток вы будете платить налог с 4 соток. А если площадь вашего участка не превышает 6 соток, то налог вовсе не нужно платить. Эти налоговые вычеты будут учитываться при расчете налогов за 2018 год и далее. Вычеты можно получить в отношении одного объекта каждого вида на комнату, квартиру, дом и земельный участок. Если каких-то объектов у вас два и более, то вычет будет предоставлен только на один. Например, если две квартиры, то на ту, у которой сумма налога выше. Вы можете воспользоваться этими вычетами, независимо от того, где зарегистрированы вы или ваши дети. Вычеты для многодетных семей не отменяют льготы, предусмотренные нормативными актами муниципалитетов. Заявить право на вычеты легко. Если вы уже обращались в налоговую инспекцию для предоставления налоговой льготы, например, по транспортному налогу, то повторно обращаться не нужно. Вычет будет применен автоматически. Но если в налоговом органе нет сведений о том, что у вас трое и более детей, то подайте заявление о предоставлении льготы в налоговую инспекцию, многофункциональный центр или через личный кабинет налогоплательщика. Образец заявления имеется на сайте налог.ру и в любой налоговой инспекции. Все просто. Больше детей, меньше налогов. В каких случаях право на льготы утрачивается? И как об этом информируются налогоплательщики и пользователи вот таких льгот? Ну, во-первых, если брать многодетные семьи, то, соответственно, в случае достижения ребенка 18-летнего возраста, соответственно, льготы утрачиваются. И автоматически это понятно? Да, конечно. Опять же, инвалиды. Если не продлен срок действия инвалидности, то, соответственно, человек теряет уже право на льготу. Поэтому, в том случае, если действительно так случилось, в общем-то, льгота прекращает представляться налогоплательщика, уже налог исчисляется в полном объеме. Что касается пенсионеров и так называемых предпенсионеров, то, о чем нужно помнить, что знать о льготах, на что обратить внимание? Вот эта вот категория предпенсионеров, они же тоже на что-то претендуют? Да, конечно. Я бы хотела обратить внимание на такую категорию, как предпенсионеры. Кто такие предпенсионеры? Это женщины, достигшие 55-летнего возраста. Только женщины? И мужчины 60-летнего возраста. Да. Потому что, вы знаете, зачастую заблуждаются люди, когда говорят о том, что предпенсионеры, значит, это 55-5. Нет. Женщины 55, мужчины 60. Для этой категории налогоплательщиков сохранены такие же льготы, как для пенсионеров. Это и имущество, это и земля, это и транспортный налог на территории Самарской области. Все категории сохранены. Сведения о предпенсионерах к нам будут поступать в следующем году от пенсионного фонда. Но, опять же, обращаю внимание, в том случае, если вдруг человек в 2019 году достиг предпенсионного возраста, и ему был налог исчислен, необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Еще остались у нас вопросы от телезрителей. Есть ли для несовершеннолетних детей льготы по имущественным налогам? Нет, такой льготы нет, потому что за несовершеннолетних детей, если он является собственником, обязан платить или родители, или опекун, или попечитель в обязательном порядке. У меня изменилось место жительства в этом году. Теперь только в инспекции я смогу получить уведомление? Нет, если изменилось место жительства, к нам приходят сведения об изменении места жительства. В автоматическом режиме, соответственно, сведения меняются, и налоговое уведомление направляется по новому месту жительства. Но только в том случае, если изменения были до массовой рассылки налоговое уведомление. Если уже уведомление было разусловно, то здесь или личный кабинет, что самое удобное, или же надо будет прийти в инспекцию. Подал заявление на льготу, в какой срок должно быть рассмотрено это заявление, и начислена льгота только на следующий год? Здесь, так скажем, в зависимости от того, когда наступило право на льготу. В том случае, если налогоплательщик подал заявление в этом году, а право на льготу у него возникло в предыдущем году, естественно, налоговая служба пересчитает налог. Мы всегда идем навстречу налогоплательщикам. У меня две квартиры, я пенсионер. Сообщить об этом льготном объекте мне нужно до 1 ноября. А, уже вот запоздала, да, чуть раньше пришло сообщение. Или это можно сделать до конца года? Как вообще в этой схеме разобраться? Ну, во-первых, у нас изменения в налоговый кодекс внесены. Теперь заявление о выбранном объекте можно подать не до 1 ноября, а до 31 декабря. Но я считаю, что, в принципе, не обязательно предсталить заявление. Почему? Потому что налоговая служба сама выберет объект, на который больше исчислена сумма налога. Ну, заявление вообще стоит подать только в том случае, если налогоплательщик считает, что вот на этот объект я хочу, чтобы мне платить буду, а вот который побольше я заплачу. То есть выбирает сам? Да, совершенно верно. Можно ли через личный кабинет сообщить о праве на льготу? Да, конечно, можно сообщить через личный кабинет, можно вложить документ, можно не вкладывать документ. Если вдруг налогоплательщик написал заявление, предоставил через личный кабинет или лично, и при этом не представил документ, подтверждающий право на льготу, но тем не менее в самом заявлении, унифицированной форме заявления, есть ссылка на этот документ, налоговая служба в самом обязательном порядке запросит сведения в том органе, который выдал этот документ. И если будет подтверждено право на льготу, соответственно, да, мы пересчитаем сумму налога, да, мы предстоим льготу. Пользователей вот такой формы, как личный кабинет, очень удобный, становится больше, понимают, правоплательщики преимущества? Да, у нас сейчас порядка 550 тысяч в Самарской области подключены к личному кабинету, где-то 450 тысяч налогов уведомлений выгружено в личный кабинет. И сейчас, в принципе, личный кабинет у нас не только для ПК, но и для мобильных телефонов в версии выпущены. Это очень удобно, то есть можно в любое время зайти, в любое время посмотреть, оплатить налоги, задать вопросы, посмотреть ответы, то есть у нас есть жизненные ситуации, как именно в этом личном кабинете, даже не задавая вопросов в инспекцию, можно найти ответ в личном кабинете. А есть ли какие-то проблемы, которые возникают у пользователей, может быть, в первое время, на которые тоже можно обратить внимание, когда начинают пользоваться личным кабинетом, и что-то вот не так? Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что необходимо поменять пароль, когда получаешь пароль в налоговой службе. Это первое. Второе. В личный кабинет тоже какие-то, когда открывается личный кабинет, тоже существуют какие-то временные рамки, ну, чтобы туда загрузились данные об имуществе, о суммах исчисленного налога. Поэтому, если не сразу налогоплательщик увидел сведения в объектах или о суммах налога, ну, не стоит беспокоиться, со временем все там будет. А как оплатить налоги с помощью личного кабинета, мы опять же эту информацию узнаем из ролика, посмотрим. Раньше, чтобы оплатить имущественные налоги, вы ждали почтовое извещение, затем шли на почту и получали уведомления на бумаге, потом пытались оплатить и тратили на это свое время. Сейчас все проще. В личном кабинете вы найдете всю информацию о ваших налогах и можете уплатить их просто и быстро. Цените свое время, пользуйтесь личным кабинетом. В чем разница подавать на льготу? Через МФЦ существует ли она? И через личный кабинет, или еще какие-то есть возможности? Ну, во-первых, если подавать через личный кабинет и в налоговый орган, заявление просто, ну, оно несколько может быть короче, что любует его путь, потому что и по времени уйдет меньше времени на обработку, потому что вы сначала подаете через МФЦ, а потом это заявление попадает в налоговую службу, но с другой стороны, с другой стороны, все-таки МФЦ, может быть, это удобнее, потому что придя в МФЦ, человек может получить услугу не только подавая заявление на льготу, но и какие-то другие услуги. Поэтому, ну, здесь можно сказать, что налогоплательщик тоже сам выбирать, как ему удобнее, так он должен будет подавать заявление. Вот. И опять же, ну, я бы хотела сказать о том, что при подаче заявлений, если налогоплательщик все-таки не указывает, вернее, не прикладывает документы, подтверждающие право на льготу, налоговая служба запрашивает документы в том учреждении, которое именно выдавало документ, и, соответственно, это время. И поэтому я, в общем-то, считаю, что, вернее, не считаю, но как бы такое мне пожелание налогоплательщикам, придя и подав заявление на льготу, все-таки предоставить документы. Возникают вопросы, тоже связанные с льготами для многоодетных. Если на местном уровне вводятся дополнительные льготы, то федерально они, получается, к ним приплюсовываются, сумма становится больше, или выбираешь только между федеральными значениями, которые вот на местном уровне, как вот здесь разобраться? Нет, у нас в том-то хорошие местные льготы, что они у нас как бы идут в дополнение к федеральным. Поэтому в том случае, если у нас для многоодетных предоставлена льгота на федеральном уровне, или для многодетных предоставлена льгота на местном уровне, две эти льготы суммируются. То есть точно так же, как у пенсионеров, шесть соток федеральная льгота и шесть соток местной льготы. То есть это для всех категории одна схема? Да, да, да. Плюс федеральная, плюс местная. Это абсолютно... Нет, нет, нет. Это для всех категории одна схема, и поэтому... Но здесь единственное, что может быть налогоплательщик пожелает, чтобы ему на два объекта предоставлялась льгота, если у него два объекта. Вот, поэтому можно на основании заявлений налогоплательщика там уже, в общем-то, решить, что на этот я участок хочу федеральный, а на этом я сны. Если у налогоплательщика есть недвижимость за пределами Самарской области, может ли он воспользоваться какими-то льготами? Как это все оформляется? У нас существует... Льготы представляются только на один объект. Это одна квартира, один жилой дом, одно хозяйственное строение, один гараж. Вот, поэтому у нас... Ну, если квартира есть в Самаре, есть квартира в Оренбурге, есть квартира еще где-то в Хантамансийске, человек волен выбирать, на какой именно объект ему может быть предоставлена льгота. Но опять же я говорю о том, что с большей суммой налога налоговая служба сама предоставит эту льготу, то есть в автоматическом режиме. Еще хотела бы сказать о том, что полный перечень льгот, полный перечень объектов, которые у нас именно льготируются, можно посмотреть на сайте в разделе налог.ру в ставке льгота по имущественным налогам. А еще хотела бы сказать, что у нас существует телефон 8-800-7-2, набрав который, можно задать вопросы напрямую в инспекции и получить ответ. Процент тех, у кого... кто имеет право на льготу, но не пользуется ей, или из-за того, что неинформирована, или из-за того, что, может быть, даже вот и не хочет ей пользоваться, есть такой? Насколько он велик? Ну, вы знаете, я не думаю, что это большой-большой процент, но штучные, единичные случаи встречаются, да, встречаются такие случаи, ну, не пользуются, не пользуются, ну, что сделаешь? То есть это личное дело каждого? Да, личное дело каждого абсолютно. Заявлять, претендовать? Да, да. И, как говорится, незнание закона не освобождать. В данном случае тоже можно вот это так же трактовать. Об ответственности, которая грядет после того, как ты не оплатишь налоги вовремя. С чего она начнется? С какого минимального, там, штрафа и так далее, или пени? И чем может закончиться? Ну, во-первых, в том случае, если налог не был, он не оплачен вовремя, то есть до 2 декабря, с 3 декабря начинают начисляться пени, через месяц наступают меры принудительного заскания, то есть это судебные приставы, если в том случае, если сумма налога большая, и человек собрался куда-то отдохнуть, ну, к сожалению, не получится. Вот. Поэтому все-таки я призываю, чтобы платили налоги вовремя, чтобы не было проблем. Ну, во-первых, жить будет проще. Если проанализировать, опять же, неплательщиков с каждым годом становится больше или нет, или ситуация такая средняя по статистике? Ну, с каждым годом, я так скажу, что недоимка становится меньше, вот, и, соответственно, налогоплательщиков меньше. Так. Еще информация о том, что будет, если не оплатить налоги вовремя, опять же, последует в ролике, но потом мы встретимся. Ежегодно всем налогоплательщикам отправляется налоговое уведомление, в котором указываются суммы и сроки уплаты имущественных налогов, земельного и транспортного налогов и налога на имущество физических лиц. Их необходимо уплатить в установленный срок. Если вы не оплатили вовремя, то уже со следующего дня вы становитесь должником, и ваш долг будет расти каждый день до его полного погашения. На сумму задолженности начисляются пени. Если вы не заплатите вовремя, то налоговый орган обратится в суд о взыскании налога в принудительном порядке за счет вашего имущества. Суд вынесет судебный акт о взыскании обязательных платежей. Налоговый орган направляет исполнительный документ работодателям, банкам, иным организациям и лицам для взыскания задолженности в принудительном порядке. Долг может быть удержан из зарплаты, пенсии, стипендии и других платежей в ваш адрес. С расчетного счета в банке. Исполнительный документ передается судебному приставу, который приостановит движение на всех ваших банковских счетах. Наложит арест на ваше имущество и может продать его в счет погашения долга. Ограничит выезд должника за границы Российской Федерации. Проблемы с оплатой налогов не получится сохранять втайне от родных, коллег по работе и даже соседей. Кроме того, несвоевременная уплата налога грозит дополнительными расходами. Необходимо будет уплатить начисленные пени за каждый день просрочки, государственную пошлину за рассмотрение дела, исполнительский сбор, а также расходы на совершение исполнительных действий. Не забывайте оплачивать имущественные налоги. Это поможет избежать лишних трат и сохранить репутацию добропорядочного гражданина. Что делать в том случае, если налог оплачен, но снова получает налогоплательщик уведомление? Не бывают ли такие ситуации? Да, бывают такие ситуации, когда налогоплательщик заплатил не вовремя. Бывают такие ситуации. Но я бы хотела обратить внимание, что у нас с 1 января 2019 года вступило в силу изменений в статье 52 налогового кодекса, согласно которым, в том случае, если налогоплательщик заплатил налог на имущество и земельный налог, налоговая служба не имеет права делать перерасчет в большую сторону. Поэтому стоит все-таки позаботиться об уплате налога. Опять же, я говорю о том, что 2 декабря они за горами, и как бы уже пора, и надо заплатить налоги, чтобы уже, во-первых, воспользоваться изменением 52 статьи. В том случае, опять же, если увеличилась налоговая база, налоговая служба уже не сможет пересчитать сумму налога в большую сторону. А если пересчитывается налог в меньшую сторону, эта сумма остается? Да, если налог пересчитывается в меньшую сторону, то сумма налога, которая была уплачена раньше, она остается как переплата. То есть здесь можно или вернуть переплату, или же зачесть в счет будущих платежей. Дополнительные формы работы налоговых инспекций, какие существуют, если человек не успевает в рабочее время, в будни попасть? Да, у нас каждый вторник и четверг удлиненный рабочий день, плюс у нас проводятся дни открытых дверей по субботам. Это в каждой районе инспекции? Да, да, конечно, это в каждой районе инспекции об дни открытых дверях, то есть мы информируем дополнительно налогоплательщиков, и если человек не успевает прийти или вечером, или в течение недели, пожалуйста, выходные рабочие, выходные, вернее, субботы рабочие тоже есть. Да, вот это очень важное дополнение, потому что многие у нас работают и остаются вопросы. Спасибо за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok